Василий Васильевич, расскажите о том, что с Вами произошло, как Вы попали в больницу? Попал я в больницу с помощью наших милиционеров. Не дай Бог, чтобы с кем-то случались подобного рода приключения, но реакцию нашей милиции и прием в нашей больнице всем большое спасибо. Все, что могли люди начинают. Милиция, которая тут же была, просила соседей и заканчивая приемом покоя, где сразу сделали рентген, приняли, зашили, успокоили и отправили. Всем большое спасибо. Но это о хорошем, на третий день можно улыбаться и говорить. Теперь о сути. Вы понимаете, когда придешь домой, вольно-невольно глядываешься, кто там ждет, кто не ждет. Во дворе было абсолютно пусто. Я вышел из машины, поставил ее во дворе, подхожу к подъезду. Два мальчика абсолютно, которые не вызвали у меня никаких подозрений, никаких опасений, вообще ничего, даже не елкнул, не стукнул. От второго подъезда начали двигаться к нашему. Движутся, модели движутся. Один подходит, говорит, дядя, у вас есть ключ? Ну, типа войти не могут. Я, конечно, говорю, есть. Я беру, приставляю к двери ключик. И в это время, с другой стороны, молодой человек бьет меня по голове. Ну, я так понимаю, что это было что-то металлическое, типа трубы, вот такой длины. Потому что, когда я уже упал, и он пытался еще раз ударить, ну, как-то получилось мне голову убрать, он очень сильно попал этой палкой железной мне по плечу. Все. После этого, не смотря на то, что лежали на татуаре телефоны, ключи, машины, в общем, по большому счету, если бы это было ограбление, то было бы ограбление. Так как это было вот то, что я рассказал, это было то, что я рассказал. С чем я это связываю? Ну, ни для кого не секрет, что сегодня происходит попытка. Попытка старой власти удержаться. Удержаться, несмотря на то, что страна уже другая, несмотря на то, что мы уже другие. И даже если наши южницы в своем большинстве пока еще не ощутили эти перемены в стране, все-таки это перемены неизбежные. Поэтому я вижу свою задачу, как просто старого жителя города Южного, чтобы донести до людей ту информацию, которая сегодня необходима, та информация, которая поможет нам сохранить этот город. Мы видим, что он у нас застыл сегодня в развитии. Мы находим массу причин и объясним для себя, почему он не развивается. Но город сегодня деградирует, и об этом мало кто знает. Я вот просто перечислю, что когда Сергеевич Тихоплав и команда создавали город, в городе было все. Был создан город, в котором были все службы и милиции, и прокуратуры, и санстанции, и налоговая инспекция. И даже такая должность, как городская голова, за которую все сегодня радостно заняли, настолько радостно, что никак не могут теперь от нее отклеиться. А что у нас сегодня? Я перечисляю. В городе сегодня уже нет управления земельных ресурсов. В городе сегодня уже нет санстанции. В городе уже нет межрегистрационной службы, то есть правил народного значения. В городе уже нет государственной автоинспекции. В городе уже уводят прокуратуру. В городе нет горячей воды. Значит, спрашивают, зачем мы скоро будем отличаться от села? Ну, это, так сказать, то, что лежит на поверхности. А то, что лежит внутри, ну, я еще раз повторяю, что партия регионов не собирается сдавать свои позиции. И, более того, всякое слово сказанное об их ошибках или о том, что на это нужно исправлять, вызывает у них раздражение и вот такую реакцию. Ну, я единственное, что могу сказать, что убить, конечно, меня можно, но... А вот запугать, ну, я говорю вам, товарищи из партии регионов, наверное, не получится, потому что я уже в том возрасте, когда могу побороться за будущее своих детей и своих внуков. А мне уже можно, ну, угрожать, ну, пугать, ну, бить. Но еще раз повторяю, что никто не заставит замолчать сегодня ни телекомпании «Вильная хвиля», ни меня лично. Я буду вставать, ходить на исполкомы, выступать, объяснять, задавать вопросы, неудобные вопросы. Но эти вопросы будут повторять о том, почему мы сегодня меняем бордюры, выдергиваем здоровые зубы и оставляем теперь золотые коронки. Почему сегодня нельзя было на эти деньги докупить достаточное количество газа? Мы в своих передачах рассказывали о том, почему в городе нет горячей воды. Я спрашиваю сегодня, почему нет горячей воды? Если городская у вас не знает, как обеспечить жителям горячую воду, собейте. Те, кто знает, мы расскажем. Если вы не можете сами сделать, уступите. Хотя бы на время в свое место мы дадим людям горячую воду. Мы обеспечим городе тепло, мы обеспечим городе возможности для жизни. Потом садитесь, возвращайтесь, царюйте дальше. Но нельзя сегодня опускать наш город. Нельзя сегодня продавать или просто так отдавать перепортовый завод, не понимая, что у нас будет с ним дальше. Что будет с нашими честными сооружениями, что будет с нашим Творцом культуры дружба. Нельзя сегодня не определять, что у нас. Вот вернемся к моменту. Наш пенер-лагерь. То знаменитый пенер-лагерь, который когда-то строили всем заводом, всем городом. Мы его продали. То бишь продал Владимир Николаевич Новацкий и городской совет в том составе, в котором он есть. Вернее, с теми же же самими руководителями. Кто сегодня был в пенер-лагере? Кто сегодня спрашивал, с чего согласие? Туда были подведены все коммуникации. И трубы, и электрика. Где сегодня эти коммуникации? Где сегодня этот пенер-лагерь? Что было написано в договоре продажи? И что осуществлено? Что было с электрическими сетями? На каких условиях продавались электрические сети? И что сегодня произошло? На каких условиях будет продаваться сегодня припортный завод? Кто-то из жителей города знает? Нет. Вот эти все тайны, наверное, и служат, или не, наверное, точно служат тем, той причиной, почему то, что вы говорите, произошло со мной. Да, произошло то, что должно было произойти, потому что рано или поздно они будут сопротивляться. Никто никогда добровольно власть не сдавал. Мы видели это на примере Киева. Мы видим это на примере нашего города. К сожалению, это неизбежность. Если ты хочешь бороться за что-то, ты должен понимать, что будешь нести какие-то потери. Нужно ли это жителям города Южное? Я считаю, что тем, у кого на головах есть, на плечах есть голова, тому это надо. Те, кто живет просто, ну как одуванчик, ну всегда жизнь делилась на тех людей, которые что-то делают, и те, которые идут за теми, кто это делает. И рано или поздно, повторяю, все подстанет на свои места. Вы запомнили этих людей и как они выглядели? Вы в эфире в нашем сказали, что они были похожи на ребят времен Майдана, которых называли тетушками. Ну я сейчас могу... Почему? Вот такой вывод. Ну, мы много посмотрели их по телевизору, в глазах, в том числе мы, как обывателя, сомневался образ этого бойца, назовем так, который за деньги выполняет чьи-то преступные приказы. Как правило, это еще, повторяю, люди, у которых еще нет собственной жизненной позиции, которые еще не до конца понимают, что хорошо, кто плохо. Поэтому это вот такие люди переходного возраста. Они уже не дети, но еще не взрослые, не могут выполнять преступные приказы, но еще не понимают, что делать. Внешне как они выглядят? Вы можете их описать? Ну, вы все видели борцовские клубы и борцовские клубы, организованные партией региона. Мы сегодня видим, на чьих мероприятиях и в каких клубах сегодня встречается Дмитрий Валерьевич, наш руководитель городской организации партии региона. Это вот прежде всего борьба, ну и не только. Ну, смотрите, по вам внешне не видно, что вы пострадали, если так откровенно говорить. Если бы хотели бы вас сильно избить, то, наверное, это было бы значительно заметно. Конечно. Зачем вы это сделали? Вы, ваше замечание, абсолютно право. Во-первых, ну, я же говорю, это была акция запугивания. Ну, можно, скажем так, повернуться к вам спиной и показать там шрамы, синяки и пятидесят, но зачем? Я в конце концов мужчина, я специально сегодня оделся, причитался, поблился, пришел с вами на свидание, на встречу, прошу прощения. Я не могу выглядеть плохо, если бы я был совсем плохо, я бы с вами не встречался. То есть конкретно наносились удары по голове так, чтобы не было видно следов, да? Удары были сзади специально, так, чтобы, но это были удары не, если бы хотели убить, убили бы. Это были специальные удары устрашения. Мы тебя вот видишь, мы тебя видим, мы за тобой следим, мы тебя будем наказывать за твои действия. Ну, будем теперь осторожнее. На Горина ранее было совершенно похожее нападение. Как вы думаете, это связано между собой? Ну, выборы, как любят все говорят, давно закончились. И сегодня Александр Васильевич, к сожалению, пропал с информационного поля. Но если мы проследим, кому же все-таки мешает Горин и кому мешает Морозов, ну, наверное, умный наш южниц, сам проведет аналогию. Хотя, я сейчас, смотря, выборы закончились. У вас достаточно много врагов личных, так как вы неоднозначный, как бы, такой персонаж в городе Южном. Но, как вы, может, это на личной почве была такая месть какая-то? Как вы оцениваете? Таких врагов. Ну, может быть, это недостаток, потому что, скажи мне, кто твой враг, я скажу тебе, кто за человек. Но таких врагов у меня, которые могли бы пойти на такой поступок, нет. Они, как у каждого человека, есть симпатики и антипатики. Но в южницах я почему-то, хотя, конечно, выросло какое-то поколение людей, которых я могу не знать, но прожив здесь почти в составании города, я знаю почти всех. И я не знаю среди наших южницах людей, которые могли бы сделать, ну, скажем так, такое, назовем вещественное преступление. Мы сегодня идем в церковь, то ли в украинскую, то ли тоже в украинскую, на московскую. Мы видим там всех южниц, все, кто ходит в церковь, люди не способны на такие дела. Мы имеем дело с какими-то людьми. Я предполагаю на 99% что это были не южницкие, заказанные, привезенные, потому что нужно было сидеть возле подъезда, ждать, пока я выйду со студии, или не под студией, а поджидали. Ну, вот, это не южницкие люди, я так думаю. Угрозы поступали вам передачи? Нет, ничего не было, никаких ни самотков, ни угроз. Молча подошли, молча ударили, молча убежали. А как следствие вы проходите, вы следите за этим моментом? Или как бы не интересуетесь? Ну, наивно было предполагать, что сегодня государство бросит все свои силы на защиту гражданина Морозова и на поиски преступников. Я знаю, что наш городской отдел, внутренний дел, делает все, что от него зависит. Но сегодня такая ситуация в стране, что я реально даю себя в чут, что это, наверное, невозможно. Вот, поэтому южницам призываю быть осторожнее, внимательнее, чтобы вас там нигде сейчас. Ну, криминогенная обстановка в стране, это следствие тех военных действий, которые происходят. Поэтому это объективка, мы все живем в этой стране. Почнее это причине, страна стала не такой, которую мы хотели бы видеть, но это наша страна, у нас другой страны нет. Всего вас, спасибо.